Официальной датой прорыва блокады считается 18 января 1943 года, но блокадники отмечают другую дату – окончательного снятия блокады. Для вас только 9 мая – праздник всего нашего народа, всех наших бывших союзных социалистических республик, отмечают 9 мая. Но для нас, блокадников, и 27 января – главный праздник, и 9 мая. 900 дней, 900 ночей шла борьба. Немцы пытались войти в город, захватить город, а наши обороняющие войска все силы применялись, чтобы не пустить врага в город. Город Петра Великого, город нашей славы трудовой, город, где прошло три революции. Не по учебникам истории студентам Анапского индустриального техникума преподали в Центральной библиотеке урок мужества ветераны и сотрудники библиотеки. Ребята слушали воспоминания ветеранов, переживших блокаду в окопах обороны и в осажденном городе. Владелен Аркадьевич Пуганов – человек уникальной судьбы, достойный перописателя. Ему было 7 лет, когда началась блокада. В то время он не может вспоминать без слез, так же, как не может посещать Пискаревское кладбище, где похоронены полмиллиона умерших жителей города и советских солдат. Очень много хочется сказать, но главное, конечно, вот эта вера в жизнь. Да, как бы голод на трахся ни был, но люди были добрыми, отзывчивыми, помогали друг другу. Пискаревку я до сих пор посмотрел, почему слезы в душах. Я так и не мог туда приходить, потому что к воротам прихожу и назад. И глубоко символично, что после войны Владелен Аркадьевич стал врачом и почетным донором СССР. У выступавшего на этой встрече Леонида Егоренкова отец защищал подступы к Ленинграду в рядах Советской Армии, а сам Леонид воевал в горячих точках. Он порекомендовал ребятам прочитать новое дополненное издание Владимира Мединского «Война», потому что о подвигах советского народа нужно знать гораздо больше, чем написано в учебниках. Набирали в мешок крапивы, еще отпаривали эту крапиву, перемешивали все, и потом делали лепешки и жарили на лифе, на лифе жарили и ели, потому что надо было выживать. Но народ объединился, и объединился от мала и до велика, как говорится. Очень много подвигов было и среди юношей, очень много подвигов было и среди простых рабочих и крестьян, потому что они трудились на фронте, не досыпая, по 14 часов, спали у станков, делали снаряды, делали все, выпускали во имя победы над фашистской Германией. И мы победили. И об этом надо всегда помнить. Наша победа!